В детской художественной школе 11 преподавателей, больше половины из них высшей категории. Ежегодные предновогодние выставки, своеобразный отчет о повышении квалификации, урок своим ученикам. Вы иногда к нам предъявляете довольно-таки высокие требования, да? Смотрите с подозрением, что ты мне рассказываешь, а сам что-нибудь можешь делать или нет. Да, ребятки, можем. Дело в том, что получить образование, это не значит на всю жизнь займеть вот эти все навыки, полученные в институте или в училище. Ничего подобного. Работа художника и профессия художника как раз интересна тем, что человек должен постоянно расти. На летних каникулах в этом году преподаватели побывали в Суздале. Результат пленэра – акварели, картины маслом, пейзажи, натюрморты, природа и архитектура. Купола церковных храмов, простая, но щемящая душу природа Золотого кольца России, отражена в 50 выставочных работах. Мне понравилась работа «Вечер», потому что там отлично показан вечер в лесу и отблеск солнца на реке, как сказать, и небо очень красиво сделано по живописному. Я учусь пока в первом классе всего лишь, но все равно я уже понимаю, как сложно учиться рисованию, поскольку все думают просто сделать пару эскизов и все. Но на самом деле рисование – это очень сложная наука. Нужно все вымерять, тщательно проверять, нужно цвета подбрасывать и все такое. Мне больше всего понравились натюрморты подсолнухов, потому что очень хорошо переданы на краски, и мне они очень понравились. Мне очень понравились работы моего любимого предполагателя Лилия Вячеславовна. Я очень хочу так научиться, и я буду стараться, и надеюсь, у меня все получится. Прошедший год был плодотворным для художественной школы. 27 учеников стали лауреатами краевого фестиваля конкурса «Адрес детства Кубань». Более 10 – лауреатами краевой выставки «Яблочный спас». Но нет пределов для роста и совершенствования. Видят и знают сами ученики и их преподаватели. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапрегион. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапрегион.